В российской экономике есть немало компаний, рыночная капитализация которых, как это ни парадоксально, ниже, чем стоимость их активов. В каждом отдельном случае это вызвано разными факторами, но рынок всегда стремится исправить эту несправедливую ситуацию. При этом открываются огромные возможности для того, чтобы заработать на росте стоимости акций. Как раз такую идею предлагает Андрей Зокин из «Газпромбанк» управления активами. Я думаю, что достаточно интересная инвестиционная идея является привилегированной акцией «Транснефть». Связано это с несколькими причинами. Акции с фундаментальной точки зрения достаточно сильно недооценены, если принимать во внимание, что через год-полтора компания начнет показывать положительный денежный поток. То есть после завершения серьезных капитальных выражений, в 2014 году компания будет показывать положительный денежный поток, что приведет к значительному росту дивидендов. Вторым триггером является то, что компания стала более прозрачной и открытой. Менеджмент компании идет на контакт, и она становится инвестиционно привлекательной. Поэтому она воспринимается в глазах инвесторов как достаточно интересных идей на среднесрочную перспективу. Ну и третье, самым важным фактором для «Транснефть» является приватизация. Дело в том, что приватизация, конечно, должна открыть дорогу к реализации справедливой стоимости обыкновенных акций. Однако, поскольку привилегированные акции в среднесрочной перспективе должны показывать хороший дивидендный поток, то их цена должна не сильно, не значительно отличаться от обыкновенных акций. Поэтому с точки зрения реализации стоимости дисконт привилегированных акций к обыкновенным не должен быть значительным. Сама компания в этой ситуации может стоить по разным оценкам где-то в 2-3 раза дороже, тем текущий уровень привилегированных акций компании плюс премия 20%. Поэтому в течение 2-3 лет данная стоимость должна быть реализована. Я не говорю, что эта идея кратко-срочная, но в среднесрочной перспективе компания выглядит очень интересно. Ну, риски, если не будет дивидендной политики, значит, в последнее время акции, конечно, показали хорошую динамику, позитивную динамику. Поэтому если не будет в среднесрочном периоде, понятно, дивидендная политика компании и информационная прозрачность компании уменьшится, то, конечно, это существенный риск для странных акционеров. Ожидание роста дивидендов, повышение качества корпоративного управления и, наконец, планы по приватизации крупной доли компании и вывод на биржу обыкновенных акций. Все это сулит рост стоимости привилегированных бумаг транснефти в несколько раз в ближайшие пару лет.